Друзья, привет вам из сказочной Праги. Теперь можно сказать не только сказочной, но и города, где проходят съёмки известного сейчас фильма Греймэн. Сейчас покажу вам несколько интересных сюжетов о том, как снимается фильм. Вы увидите несколько машин, которые будут принимать участие в этом фильме. Ну и потом просто прогуляемся с вами по Праге. Что-то интересное снять не получится, потому что непонятно, когда начнутся сами съёмки. Но подготовка к ним. Вы увидите машины, которые принимают участие. Это Ауди и микроавтобус-принтер. Ну и саму сцену. Это на месте Републики, где проходит одна из сцен съёмок этого фильма Греймэн. Ну и давайте пройдём, посмотрим. Дорогие друзья, перед вами можно увидеть машину Ауди. Впереди она расстреляна. Здесь она только что была побитая. Это всё съёмки фильма Греймэн. Перед вами также, обратите внимание, микроавтобусы. С них один из героев будет расстреливать трамвай. И видно их стадии, как они разбиты. Где-то там бочина, где-то ещё вот новенькая Ауди, которую мы только что видели. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как это всё происходит. Вы меня спрашивали, покажу ли я вам не покажу. Вот сегодня получилось, поэтому вы увидели часть того, как это происходит. А так в Праге происходит огромное количество съёмок, поэтому местных уже это не удивляет. Но что доставляет неудобства, так это перекрытие трамвайных путей, дорог. И, соответственно, стоишь в пробках и местами не можешь добраться туда, куда надо. Поэтому не только плюсы, но и есть минусы. Ну, едем с вами дальше. Друзья, мы только что с вами были на площади Республики и видели съёмки. А сейчас мы насладимся красивым видом Слетной. Мы увидим с вами Ваутаву, Пражский град и другие достопримечательности. Думаю, вам также это будет интересно. Давайте посмотрим. Обязательно, когда вы гуляете по Лэтни, посетите это место. Это шикарная площадка, откуда открывается один из самых потрясающих видов на исторический центр, ну и, конечно же, на Карлов мост. Многие из вас это место знают, но если вдруг не знаете, то это Лэтна. И перед собой вы видите красавицу Прагу, историческое ядро города. Впереди у нас Карлов мост. Ну и также с правой стороны у нас парламент. Здесь же с левой стороны у нас Рудольфинум, где также проходят съёмки Греймэна. Или проходили. Ну, во всяком случае, именно там они были. А мы движемся дальше. Дорогие друзья, вы также часто говорили, чтобы я вам показал мраморную табличку, которая посвящается лейтенанту Гончаренко, который погиб с экипажем Т-34. Это первый танк, который зашёл на территорию Праги. Вот позади меня находится та самая мраморная табличка и даже фотография танкистов. Сейчас я вам ближе её покажу. Находится это всё недалеко от Пражского ограда, как спускаться по лестнице. Напротив вы можете увидеть вот часть скалы. Ну, и здесь вот такая вот небольшая мемориальная табличка, но очень важная. Сейчас я покажу. Вот фотография самих танкистов и сам мемориал. Напротив находится табличка. Мы вот отсюда обычно с Пражского града с вами спускаемся и идём в сторону Малостраны. Ну, и вам отсюда надо развернуться и посмотреть вот сюда. Надеюсь, это вам будет полезно узнать. И главное, вы сориентируйтесь, где это место находится. Друзья, вот мы подошли к второму месту, где снимались сцены фильма Греймэн. С левой стороны вы видите Рудольфину. А прямо перед нами реквизиты съёмок. Это бронетерспортер, который в фильме поджигают. Потом увидите. Ну, и рядом ещё машина полицейских. Так как вы знаете, основной сюжет – это борьба агента ЦРУ с вроде как полицейским. И вот можно увидеть здесь обгоревшие внутри стёкла, обшивка. И в фильме он полыхает очень красиво и хорошо. Напротив, также обратите внимание, там у нас галерея искусств. Здесь в кино он будет, наверное, как ресторан. Видите, красивый такой красный козырёк. Такой бархатный. Ну, и столики. Но ресторана здесь никогда не было. И, скорее всего, не будет. Это здесь учебное заведение. Ну, а мы движемся уже в центр. И направляемся на площадь Республики. Может быть, всё-таки увидим сцены съёмок самого фильма. Вы могли видеть в интернете кучу фотографий полицейской машины, которая была уничтожена пулями и вообще покорёжена. Вот это как раз находится здесь. И чтобы не снимали, её накрыли брезентом. Ну, и здесь, видите, охрана всё курирует, чтобы никто, не дай бог, не залез и ничего там не снял. Друзья, мы плавно переместились на Карлов мост, потому что у нас сейчас здесь, недалеко от Карлов моста, на Кампе проходят французские рынки. И, конечно же, я хотел вам немного их показать. Ну, а потом уже в конце вернёмся к Палладиуму на площадь Республики. Так что давайте пройдём по Карлов мосту и по французскому рынку. Людей на Карлов мосту достаточно. И я бы сказал, даже их немного, потому что жарко на улице. Но, тем не менее, туристы гуляют, гуляют и гуляют. Давно уже не видел такой картинки. Обратите внимание, с правой стороны туристы стоят и натеряют барельефы около Яна Непомутского. Это очень такой памятный кадр. Давно такого не видел, поэтому можете и вы посмотреть, полюбоваться, как это было когда-то. Видите, люди натирают и собачку, и Яна Непомутского. И не боятся даже короны. И внизу вы можете увидеть остров Искусственной Кампе и французские рынки. Или ярмарка. Сейчас спустимся, пройдём, посмотрите поближе на неё. Кстати, это 14-я ярмарка. И вы видите, написано «Французские торги на Кампе». Это французские рынки на Кампе. И можем пройти, посмотреть. Продаются в основном вина и всевозможные закуски. Как улитки, жаби-лапки, всевозможные морепродукты и многое-многое другое. И по вечерам, конечно же, можно встретить много неадекватных здесь людей. Неадекватных в плане выпивших десертов. Также играет местами музыка. Ну, в общем, классное мероприятие. Лаванда. Всё снимаю на одном кадре. Столики. Деликатесы, пироженки. Чего за стопень? Салям. Да, да, да. Пандемия, точно. Видите, никакой социальной дистанции, никого нет в масках. Ну, в общем, красота. Большая бутылочка. А здесь всегда выступает музыкант. Да, да, да. Ну, это музыка. Надеюсь вы только что узнали Это была Ватцевская площадь Очень интересные музыканты в виде животных Ну а мы продолжаем наше движение К площади Республики Еще чуть-чуть буквально за углом Уже эта площадь А позади меня сословный театр Сейчас будет съемка дубля Массовка отправляется на свои места Массовка Только что мы видели небольшую сценку Съемок Греймена А сейчас вам покажу тоже Очень интересный реквизит Это огромный трамвай Переделанный под грузовик Сейчас вы увидите И вот перед нами вы видите Внешне напоминает трамвай На самом деле посмотрите на шасси Это грузовик Потому что взрывать настоящий трамвай Было очень дорого Поэтому его вот так вот переделали Посмотрите Ни одного живого места не осталось Обратите внимание Идет дублер Гостлинга С левой стороны в зеленой майке И в штанах Я ошибся Этот актер был Крис Эванс Это был его дублер Который вот в кадре был на капоте Так что мы его сняли Это было неожиданно Друзья Вот и подошел наш выпуск к концу Мы сегодня с вами увидели Прагу Увидели съемки Как вы у меня просили Надеюсь вам было интересно Главное вы хотя бы чуть-чуть Вклинились в процесс съемки Греймена Поэтому подписывайтесь Пишите ваши комментарии Участвовали ли в фильмах Какие вы фильмы видели Снимают в Праге Или может еще что-то новое Мне расскажете о каких-то съемках И до новых встреч Пока